Здравствуйте, Михаил! Ой, я говорю, Михаил, где? Игнать Тихонов. Здравствуй, здравствуй, Виталий! Это... Это... Дело в том, что... Вы мне дали ссылку на ролик Михалкова, Никита, но я его не даю, не люблю я его, потому что я правду всегда... К правде всегда, вот, бочки мёда подмешивают ложку дёгтя. И так прям вот точечно бьёт, что незнающие люди, они намертво падают. Ну, я образно говорю. Это очень опасный человек. А вот представь, что он сейчас здесь третий среди нас. Вы будете это говорить? Конечно, буду. И ты как докажешь это? Ну, как докажешь? Просто об этом... Если... На Ютубе удаляют за эту информацию. Это всё было связано с профилактическими... Например, вот один из примеров, ну, серьёзный пример, с профилактическими вот этими. Жириновский аж восемь говорил. Я восемь раз там, ну, плюс-минус сделал вот эту процедуру. И Михалков то же самое говорит. Например... Так, заметь, вот мы думали... Мы думали, я думал поговорить по-последнему его, когда он говорит об этом безумный, безумный навал. Первый царь 25-25, который в реальности воплотился здесь. И он этот поставил, и ты не видел его. Более правильно, более умно ни один не ответил ещё. Он буквально всё, и всё это кадрами взял. Откуда говорит, и сразу раз проявляется кадр. Большая, огромная работа. Вот в этом, между нами, двоими, большая разница. Ты сразу определил, а он там вот выходил, и ты его списал. А там может быть именно то, что тебе нужно. Ты уже лишился этого. А я вот, допустим, среди киргизов наши были, родители. Я иду, а они хоронят. Я просмотрел, какая могила, с чем она отличается от нашей. Поговорил с ним. А зачем мне это? Дальше, гляжу, юрта, там посуду высоко в горах пошёл. Я стал зарисовывать, он подошёл, дальше разговорились. Я вижу, как японцы сняли про линеводов, как они на севере. Я до того их жалею, о линеводах. Молюсь я о них. Господи, непогода, как они там, волки там это, и прочее. Ты это всё отметаешь, как будто ничего и никогда не было. Для меня самая неприятная личность была Ульяна Владимировна. Однако я иду на работу и беру с собой два тома его при полном собрании. И там я, читая, нахожу то, что полезно. Я читаю Конфуция, да, столько там миллионов, китайцы верят. Я внимательно рассматриваю в этой книге, ну, допустим, если я беседую, я эту книгу от корки до корки на несколько раз просмотрел, сколько, какое слово встречается, какое толкование у них было. Поэтому, сколько уже людей пришли, которые приняли крещение. Понимаешь, какое дело? А так, а он там неправильно. Ну, и что неправильно? Можно я пойти и гладить? Не надо. Подожди, я тебе объясню сначала. Поэтому, то, что он такой, отец у него такой вилял там советской власти. Гимн написал, Сергей, его отец. Это один вопрос. Я его не обсуждаю. И то, что он когда-то там поднял слово там против каких-то писателей, не об этом речь идет. Речь идет только об одном, что вот это поставили. И кто руководит этим, убрали. Почему убрали? Потому что он разоблачает весь заговор, который был, о предательстве этого навала. И все это кадрами, все это цифрами, все это представителями власти масонов. А я масонство отдал не два дня, а 14 лет. До последней точки дошел. Мне сказали, и все это насчитал. И мне сказали, если еще будет М1, М5, то только интервью антихриста я буду брать уже. Я знаю, что это подготавливает престол антихриста, поэтому рассуждать я должен с такой точки, чтобы ни у кого даже мнения не было отрицать это. Меня вообще никто не отрицает. Если я сказал, это делается как эпиграфом, каким-то книгам или что-то, почему? Не мое. И когда я искал, Бога не знал, вот фильм отверженный, Лизмезарабле, Франция и Германия поставили, советское время, 61-й год, еще вон, сколько советская власть будет-то. И посмотрели фильм, показывали, ну, воинская часть. Ну и студенты, студенты, говорю, воины пошли там, это пустой фильм. А для меня это было начало возрождения свыше, из-за чего последнего кадра. Когда они приходят к Жану Вальжану, играют о Жан Габен. Можешь зарядить Жан Габен. Для меня он как отец духовный. И вот он, они ему говорят, отец, как много ты страдал, он сидел там, где-то что-то было у него. Он говорит, нет. И вот так, с угла на угол на экране, крест Христов. И он говорит, нет. Это он, великий страдалец. Для меня это было начало поиска. Я еще раз, два, посмотрел фильм. Раз в семь, книгу прочитал. Заметь. Всем, которые смотрели солдаты, позевывая пошли. А для меня как взрыв какой был. Почему? Один кадр. Я вот хотел сказать об этом. Там один кадр есть. Все не обсуждать, его надо смотреть. А как ты будешь определять? В какое время умер? Умер, допустим, навал вот в это время, безумный. Показывает. Цифра какая, какого числа. Два часа проходит, говорит, премьер-министр Англии. Три минуты проходит, он показывает часы, и дальше, что они говорят, все это кадром ползет. Сказал кто-то, следующий. Три минуты проходит французский премьер-министр. Дальше, Скандинавия, и какой правитель? Один за одним, один за одним идут. То есть, все на страже стояло. А до этого к нему приходили такие-то, и, видимо, лекарства это получил от них. Это не просто так, а миллионам людей глаза открывает. А то сейчас Путин, убийство, Путин, убийство. Безумцы. Почему? Потому что, пока Россия стоит на ногах, мир никак не может воцарить антихриста. Ну, хорошо, везде был один и тот же государственный строй, одинаковый. Короли были. Почему Наполеона никто не мог победить? Почему должен Александр был туда войска гнать? Почему нигде не родился ни один Суворов? Наполеон дошел до Москвы, подавился. А где Чингисхан закончил свое шествие? Где Мамая разбили? Где Гитлер окончил свою жизнь? Ты все внимательно посмотри. И когда я был в Америке, мне пришлось наступать перед большой аудиторией. Там переводчики с разных языков. Ты видел, сейчас тут я беседую, это, говорю проповедь в Тбилиси. Прето, видел? Да. А прошло, прослушал? Некогда. Ну, я давно слушал, Гнать, это. Да это мое. А я не считаю, давно еще два раза прослушал. Вот это наша разница. А почему? Я сон сокращаю. Потому что вчера я был один, а сегодня у меня другое. Нога заболела. Я теперь смотрю, а как бы было там? Доехал я до Лиссабона бы или нет? А мы заблудились в Испании, когда были. Заехали там в такие степи и как вышли. И как нас Господь вывел, я понимаю, это движение руки на руль. Дорога прямая, и вдруг шофер вот так раз вправо, а там переулок маленький. Я говорю, а зачем ты, Николай, сюда? Не знаю. А раз я сезю молись, я знаю, ангел тебе руки повернул, что-то будет сейчас. Ну что будет-то? Столица государства Португалия, и мы не знаем, куда ехать дальше. Смотрим, пенсионеры сидят. И дальше какой разговор будет, как они нам помогут. Один из них переводчиком пойдет и дальше поедет. Он, оказалось, знает английский. Столический мы сразу заговорили. Понимаешь, сколько? Вот мы едем там где-то в Вашингтоне. И в это время прямо посреди, где, ну идет там пять движений, пять в одном и пять обратно. Стоит негр. И вот так вот руку поднял, наш шофер сразу остановился. Он говорит, направо, не надо ехать. Вы не смотрели, не видели, там знак стоит. Там какая-то авария была, и штрафуют всех. Когда мы проехали дальше, я говорю, а что он стоит? Добрый человек, негр. Он нам туда ехать, он вот так завернулся, и опять тоже дорога. Зачем? Я должен отблагодарить его. За рулем сидит один. Сидит Никита Феоктистович Орлов. Шофер обыкновенный. Теперь он митрополит. У Бога все высчитано. И он подъехал к этому, поблагодарил и дал ему там пять или сколько долларов. Иначе нас бы пятьдесят там сгладили. Лишний круг взял и вернулся. Ты бы стал объезжать. Ну он сказал, сказал, да только делов-то. Поехали бы дальше. Вот в этом у нас разница очень большая. Вот смотри. В Потеряевке ты видел, когда, ну где-то матушка, пруд маленький такой, там уже воды-то нету. Прямо рядом, через один дом. А там пруд был. Это первый пруд мы начали ремонтировать. Я пригнал бульдозера два за пятнадцать километров. Платить надо. А у меня замысел восстановить, возразвести рыбу. Ну вот я возвращаюсь, а вода весной набралась, гляжу, большая доска. Я говорю, а почему? А у соседа, Игорь Глушков, а это его старшая дочь, Катя, и говорит, да это Катька себе лодку делала. Ну как она уплывет-то на одной доске? А я специально с таким трудом достал доски. Доски. Я сразу вернулся и сделал плод из этих досок, которые себе привез. Принес туда, как держаться за это, на той стороне сделал, где она будет, причал будет у нее, задержать как лодку, как посадить, чтобы никто у нее утонул. И рыба там. А когда сестра моя там с мужем была, она говорит, что попало делает на меня? Она говорит, а ты бы стал делать, для Катьки? Да никогда. А что? 144 бутылки я там воздухом в мешках привязал, он не тонет, там можно на нем, говорят, много перевозить. Вот в этом ваша разница. Ты пришел, удочку закинул, а кто-то тебе рыбу развел, пруд сделал. И ты видишь, девочка интересуется, но она теперь только может утонуть. Я полностью это сделал. Никто меня не просил. Я пришел, Катя, пойдем. Я ей сказал, ты хозяйка будешь. Понял? Я по мелочам говорю. Вот поэтому у меня не хватает, у меня не хватает времени, но я все равно должен делать это. Я сократил сон до двух с половиной часов. Два с половиной часа в сутки в свое время. Поэтому я это все тебе поворачиваю к тебе, касаясь этого. неправильно делают люди, когда по каким-то событиям, бывшим где-то, судят сегодняшнего. А он сегодня уже другой. А ты его осудил уже. А вот смотри, он матерится, я знаю, Никита Сергеевич матерится, то другое. И вдруг фильм ставит 12. Видел, нет? Ну да. Ну еще ты скажешь. Видел. Да он талант, он супер талантливый человек. Вот дальше смотри. Смотри. Я мнение о нем сразу изменил. Сразу стал смотреть. И режиссер, и артист, и высказывается здесь. И здесь он как показывает. И что говорит жена его безумного. Что говорит мать. Это надо было все достать. Это даже вообще нельзя сказать. И дальше делает общий результат. У меня только один кадр в мозгах остался. Это все проще. Дальше это стоит с микрофоном и кричит вот так вот. А-ла-ла, пошли все там Путина свергать. Там такое вот. И сразу кадр. Пятиэтажное здание. Там стоит Адольф Алоизович Гитлер. И кричит Зиг Хайль. И так же рот развинутый. Все. Жест руки тот же самый. Подобрать надо было. То есть победа да здравствует. Потому что Хайль Гитлер тогда здравствует Гитлер. А Зиг Хайль бывают офицеры там генералы. Он имеет право сказать Зиг Хайль. Победа. И он этот безумный стоит орет у микрофона в Москве. Ты знаешь о ком я говорю безумный. Навал. Добавь только и дальше получится фамилия. И вот он это все с этим слагает и показывает. Я бы никогда не додумался. И ничего нельзя дальше сделать. Он показывает как когда идет митинги как зажигают огни факелы как свастика в этом все сходится. И теперь он был там за границей. Когда говорили а в этом дальше выступает Жириновский говорит а та трава кто тебя лечит здесь пока довезут ты умрешь или тебя не травили договорился сразу чтобы выехали. Только то и теперь он там находится 4 месяца к примеру и нигде его нету в госпитале а где он был в это время. И когда жена теперь выступает тоже такой Путин он ответит это то другое и показывает она с ним два года не встречалась и показывает она на пляже там где-то стоит с чужим мужиком он все разобрал это следователь прекрасный и дальше выступает его мать Навала и говорит обращаюсь к невестке своей ты больше не трогай моего сына и я вылепила все в глаза это тоже найти надо было и только синусоида идет как она говорит и я хотел говорить только об одном кадре обсуждать много это надо посмотреть несколько раз я смотрел примерно три раза кому-то показываю попутно сам а что убрали ну и понятно убрали потому что заказчики на той стороне он все это поднял его не опровергнуть у него идет кадры премьеры выступает Джо Байден показывает и об этом говорит и что когда начали там недавно войска французы высадить здесь и помочь Зеленскому Владимир Владимирович сразу сказал вы не забывайте мы ядерная держава и все попятились он ничего не говорит он правду сказал правду не угрожает ничего но сказал никогда не забывайте это вы понимаете сами вы лезете к нам на крышу Америка где находится зачем ей здесь день и ночь квадрокоппер и другое давать сколько танков за это время прислали такого правителя как у нас может более нет нигде он на самом трудном участке выше его может быть ставлю только Александр Григорьевич вот так вы знаете сосед наш знаете ну да как его фамилия Лукашенко а Лукашенко Лукашенко вот именно они вместе дружат я хотел только один кадр обсудить заметь никогда не пренебрегать то что было когда-то мы же молимся и молимся о всех молимся о Никите и мы молимся каждое утро о Катасонове молимся Валентин он такой замечательный человек кто изобрел сейчас рулетку Андрей мы его каждый день поминаем Шукшина Мария она такая смелая ее имя каждый день поминаем я Невзорова каждый день поминаю в молитве ну мне Невзорова ну ладно Игнать Тихонь смотрите а вот этот вот есть у Иезеки 38 глава вот там первый второй там третий стих и было ко мне слово Господне сын человеческий обратили цетвое к Гогу в земле Магог князю Роша Мишеха и Фувала из реки на него пророчество и скажи так говорит Господь Бог вот я на тебя Гог князь Роша Мишеха и Фувала ну и так далее а не о России ли это речь а Роша 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 это так и будет а где это известно апокалипсис 17-18 главы дают полную развертку выполнила и дальше концовка это третья стадия Вавилона а Вавилон всегда был Рим а Рим первый Италия Рим второй Константин это сделал считаем Истамбул где Москва сразу перехватила мы третий Рим и поэтому газета выходит третий Рим в Москве и сколько лет они так и держат но не надо забывать чем кончили два этих я там был везде был в трех в трех местах Рима в Стамбуле был в Италии был был в Ватикане подарил книги обоим папам Венедикту и Франциску ты был там да никто не поедет никто а что он даст пустоголовый пустые руки у него ничего нету и как они приняли какие ответы конкретно по делу поэтому так много благословений а почему за десятину я 61 год платил десятину ты это знаешь Господь говорит испытайте меня хотя бы в этом люди сегодня да это в Ветхом Завете да не надо я ничего этого не знал у меня главное мое оружие это молитва живой Бог живая молитва живой тот живой тот кто воспринимает я первый раз там услышал у меня как молния сверкнула а я буду платить 9 десятин и поэтому на трех работах работал понимаешь что такое 3 десятины ты еще заработал 900 отдавал и 60 лет так прошло это означает что я благословение получаю от Бога обильные и поэтому не пренебрегай Никиту Сергеевича в этом ролике ну я посмотрю я найду тогда его гляну ну как я его раньше вообще очень любил но когда вот он начал вот так вот как изуверско лгать ну ты молился бы понимаешь нет одни пришли говорят нам бы батюшку надо а архиерей говорит ну а какой ну чтобы не маленький был ростом большой чтобы выглядел вот так то но они сказали все чтобы музыку знал проходит какое-то время он говорит хорошо сейчас я приду вытащил им икону и показывает а где он так нет а такие уже на небе вы вырастите такого как этот Роберт Рождественский говорит мне пишут у нас народ то хороший башковитого мужика дайте нам он говорит они на полочке башковитые мужики не лежат их воспитывать надо мне вот очень часто пишут все они только написали почему вам место не дают в телевизоре и то другое пасеньки и шапка кто я такой отец говорит тележного скрипу боялся а сын за компьютером сидит в прошлом году на меня обрушилось одновременно шесть болезней я старался никому не знать даже только рядом люди знали не надо и больным себя не считал и две с летальным исходом вот как бог делает и уже сегодня практически следа не осталось от тех болящих осталось только одно колени поэтому я хожу гимнастикой занимаюсь и прочее стонать не надо это мой организм мой храм я должен проявить о нем заботу мясо у меня исключено уже 60 лет алкоголя нет и остальное под контролем третий день масленицы я же каждый день почти выставляю новые материалы их сразу размножают в интернете а почему потому что у меня громаднейший запас просто не выскажешь но нам не на что издать вот сейчас мы подготовим проповедь во свете святой библии думал ну проповедь в стихах ты видел а это 6 томов и каждый том будет примерно 1300 страниц в 2 раза толще чем каждый том в Новозавете там 752 страницы а тут 1300 и 6 томов и уже и корочки заготовлены по фотографиям работает человек но судя по всему нам не издать пока очень дорого предоплата сразу надо платить еще ничего они не делают купить бумагу одна треть и одна треть это почти 3 миллиона ну короче 10 миллионов надо да и да и только могу молиться а вот который первый я издавал у меня общества этого не было ничего ну на столе ты видел книги все книги 38 томов мне это обошлось 55 миллионов рублей по сегодняшним деньгам и все было издано это невероятно сегодняшним это уже надо на 2 на 2 нажать это считай 100 вот так и когда мы ездили 650 библиотек в россии и за рубежом получили от нас подарок 38 томов нам обошлось это в 35 миллионов рублей а поехали нет денег еще не спели тронуться уже телеграммы пошли не знает нас а мы узнали что вам денег а кто вы такой да я вы может меня и не знаете там такой-то говорит ряд живете калининград а так кёнигсберг надо же и в дальнейшем он еще один раз поможет меньше шестизначной цифры никогда не было это помощь я говорю мы я уже не издаю книги ну куда-то потратите я говорю мы едем вот на дорогу вам и будет это делать господь это это нельзя придумать как я придумаю я и не знаю вот у нас сейчас одна душа заболела здесь же из нашего я ей уже сказал я говорю у меня знакомая была она была комендантом над этого здесь у меня два дома где я нахожусь выигранный процесс и Надежда Павловна вот смотрите она заболела сыновья у нее два милиционера где-то я ее попроведовал она исповедовалась я говорю как ты только отойдешь 40 дней кончится мытарство и там ты найди Николу чудотворца и скажи ему что мне нужны деньги чтобы он послал вот представьте как будто она в соседнюю деревню едет и вот когда 40 дней исполнил ну и как и да ничего нету и нету нету да даже так все молились и нету после обеда ко мне в дверь стучится человек высокого роста заходит вы Игнать Илапкин да вам деньги нужны это сороковой день я говорю деньги нужны но я дать могу только под одним условием я говорю как чтобы никто не знал что я к вам приходил потому что я работаю в большой компании там есть ваши недруги я не хочу чтобы у меня там были враги я говорю хорошо и он пришел с небольшим саквояжиком и сразу рассчитались вот я сижу главный банкир Алтайского края Владимир Филимонович сидим разговариваем а у него день рождения а я даже не знал миндальные привез веточки а они говорят о вечности и стали говорить я обращаюсь к нему он уткнулся мою книгу новую книгу подарил я ему я говорю я хотел бы да отстаньте от меня у него в кабинете сидим а кабинет два секретаря огромный кабинет а я там веточки подарил две миндали и оказалось я не знал а был день рождения я говорю да у меня следующую книгу выкупать нечем то есть предоплата была и осталось 55 тысяч теми деньгами еще крепко он он-то не знает он залез в шкаф возился возился вам деньги но уже дает ровно 55 а откуда вы знали да неоткуда все были я отдал я вам машину дам вы домой чтобы доехали главный банкир Алтайского края понятно это бог делает так сижу я один есть такой польталер Роберт Робертович большой винный завод спиртозавод ну и как-то у меня во дворе мы тут прогулились я говорю вот зря вы работаете это как зря я же мэру города казну наполняю я говорю ты кладбище наполняешь уйди куда-то водозабор продавай воду я уехал в деревню приезжаю а его нет где а его говорит вице-премьером поставили в горном Алтае и главный водяной начальник а он мне говорит вот это вы мне напророчили заведующий водоочистительных баз вот сказал а вот сказал Каяф не сам будучи на тот год первосвященником что лучше чтобы один умер за всех и так и было и Библия подчеркивает что сказал не сам от себя будучи первосвященником и Пилат не от себя говорил согласно должности ему Бог и говорил что говорить вот каково и дело поэтому я как раз этот момент хотел бы объяснить когда человек стоит наверху там где-то и кричит Зик Хайль вот об этой личности я не знаю не одну наверное уже сотню документальных фильмов посмотрел больше печали недавно говорят самый авторитетный кто был в Европе и называет его почему самым демократичным путем пришел не революцией никто его не знает бомж ночевать негде было где-то в доме для престарелых прикармливался вообще ничего нету и сделался человеком с самой большой властью нигде не любили ни одного правителя так если Сталин забился его никто не видит а этот все время на машинах на самолетах проезжает пять мест в Кнессетинзель пять мест в Рейхстаге а их-то там не пять следующий год он опять дальше выбирает когда в семнадцать и наконец семьдесят восемь полная победа вот как самым демократичным путем нам показывали его который не такой его роковая ошибка была что он коснулся еврейского вопроса двенадцать три книга бытия это было ему осиновый кол в гроб в могилу никто ему не подсказал особенно Генри Геймлер там этим занимался главное было решить еврейский вопрос он не решается здесь он решается в Иерусалиме когда третий храм будет построен они глупцы не знаю писания но как он переживал и что было вот это мне настолько близко ну допустим на Сталина рубанули и уже здесь же войска под Москвой тут его ошибка была скорее надо захватить ресурсы нефтяные чтобы заправлять а ему говорят да нет Гудурян говорит немедленно нужно Москву брать да нет и в это время Рихард Роба говорит что Япония не нападет не нападет он дал это означает сразу где-то 15 что ли дивизий оттуда задвинули к Москве а никто еще не знает никто из-за вагонов не вылазит и эти пришли прям сходу с вокзала а Москва уже рассматривали ее в бинокль уже видели этого великого Ивана купол вот как это от Бога было почему Господь и Господь он разбил надвито а одна часть не могла взять а тут зима российская сколько перед этим лет 30 не было мороза больше 40 с техника не заводится ну и поперли 160 километров отбросили вот как почему Бог не пренебрегай Бога и что бы я ни делал утром мы молимся Володя сейчас идти он на улице подходит только там я пошел мы помолились он подходит к калитке выходить ограда большая три поклона мне рукой помахал я снова молюсь за него а уже Игорь Добунов подъехал он садится поехал работать всю зиму работает бесплатно разным людям вот как и вот я тебе хотел сказать кадр главный который я выдвинул что он его поставил на крышу и когда закричал Зиг Хайл это главное все остальное сегодняшнее а это пророчески на этого было сказано ты этим и закончишь безумный вот как мне это нужно 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 мне я человек на земле меня спрашивает как относитесь по другому никак а что в Москве вот сейчас столько людей было где-то опять Путин виноват Путин все правильно сделал все это человек Иуда это предатель это человек в чужой в чужой стране его дети уже так и по-английски разговаривают и он как стоит вот так орет таким словом и показывает Гиктор оттуда говорит и движение челюсти то же самое Никита Сергеевич Михалков это талантливейший человек и он в нашей молитве все время вот как я хочу чтобы ты переменил о нем мнение ну Игнать Тихонович ну я не буду говорить вы же вы же уразумели о чем я имел ввиду я понял где-то ты нашел говорил он неправильно неправильно значит ему Богом найдется так он это все знает его заставили он сказал не знаю никто его не заставлял то что вот это которое сейчас говорю тебе я тебе скинул вот там ресурсы и там никто не заставляет и у него первые же 2 или 3 дня 13 миллионов просмотров кто его заставит он коснулся Михалков Михалков Бог ему судья ну я встал тебе говорю что не теряй ты много теряешь через это у него команда большая работает понятно он он очень талантливый человек что говоришь у него а в одно время к объединению РПЦЗ с МП целая серия вышла русские без России таких короткометражных таких очень хорошие я прям смотрел там без слез нельзя смотреть русские без России он серию фильмов сотворил в свое время я беру только один фильм только один который вчера позавчера был вчера они его закрыли ну можно найти его где-нибудь его скорее всего уже давно распространили да нигде понимаешь нет ты его не определил а я определил я сразу же сделал заначку скачан и отправлен в другое место еще не было ничего везде открытый а почему меня спрашивают почему вы делаете я ощущаю что и он как вилами под бок толкнул его закроют и так и получилось закрыли у меня нужды никакой нету я могу запросить и снова будет понял Игнать Тихонович так вот этот вот Гок Магог князь Раша вот он он как бы противостоять антихристу будет да войска двинутся к Иерусалиму и будут все уничтожены 7 месяцев будет только хоронить искать кости мне непонятно зачем они пойдут туда говорят главное лаборатории которые вот это ставят задачу которая говорится любимая болезнь может быть и так не знаю ну у меня близкий близкий друг был он был главной как сказать радиостанции Константина Константина Черокосовского начальник прошел всю войну на передовой у него 8 сыновей и он им только наказывал в войну к Израилю не ходите победы там нет он отознал и видел вот как я это знаю выход молитва молитва что-то не так где-то не так а мы молимся у меня врагов я не знаю может быть сегодня только больше у Путина какие только ролики не придумывают вырезают голову ну а наконец коснулись они моей жены голову отрезали и показали там грех делает ну я обратился к юристу он говорит ну а почему же не обратиться ну написал сразу а так в Казахстане оказалось другая страна там такой поворот что его разнесли а у него оказывается дом приют был проституток и все закрыл закрыл больше нигде не появляется вот и все я один раз только обратился и там только брызги полетели и прокуратура ответила мне меры приняты благодарим все а то ничего нельзя сделать а у меня ответа ничего не делали еще а начни глядишь и получится а вот это слово мечта каким его словом надо заменить вот мечта я на свою шкуру испытал что это лукавое слово как а как его можно заменить русским а как ты узнал что слово нехорошее ну мне господь открыл открыл а то я про это как раз и говорил отрицательный смысл везде такие мечтатели мечтатель кремлевский ульянов и другие не мечта а рассуждение ожидания будущего так можешь заменить когда это по богу по слову божию не сам умом своим там трепещи а что библия говорит если не говорит тебе рассуждать не надо про это я такие вопросы разрешаю очень просто библия молчит как еще библии нет златоуст говорит о том не рассуждаем а раз нету все кончилось в отрицательном смысле не мечта а если к чему-то стремлешься устремление в будущее можешь поставить решение вопросов для будущего то есть несколько моментов можно показать ожидание будущего а желание совпадает с этим желание да конечно желание есть но они могут не исполниться ничего особенного в мире многое есть хотелось бы да нету так вот а сейчас знаете восхищение они сектанты еретики разные они прям особенно с Америки Китая не только здесь на бывшем союзе они все кричат восхищение восхищение все скоро до скорби великой нас Господь сейчас заберет вот Игнать Тихович почему они так они прям верят по-настоящему что сейчас они будут восхищены церковь и потом начнется скот великая сколько лет уже они про это говорят от адвентистов седьмого дня перешло к баптистам ну и говорят да говори потому что они заблудшие дьявол мозги им спудрил они на полном серьезе вот в это верят писание говорит 24 глава Матфея оставьте расти то и другое до жатвы жатва кончина века оставьте они сначала пшеницу возносят наоборот надо все смотреть сначала они хотели выдрать господь говорит оставьте расти до жатвы что еще надо то а у вас был опыт что вы какого-то еретика переубедили и у него мозги на место встали или они бесполезно нет даже такое они уехали в Америку и где-то машина сломалась все поехали там за деталями а он остался и стал припоминать что я говорил Кушнарчук Иван и мне звонит я ходил и мне как другой Бог дал так он же прав был на меня как мы можем говорить что будет восхищение где восхищение то Господь явится и тогда восхищение будет до жатвы оставьте расти ну и все что я говорил 72 места я на память приводил из Библии а у них только 4 места для заблуждения но заблуждения это я свободно их развожу и он мне позвонил оттуда я говорю сейчас тут у машины ночую и только вспомнил как беседовали а беседовали мы это было город Фрунзе теперь Бишкек называется там 34 дом сейчас даже не знаю какой-то вот и там собрались баптисты братья хорошие люди ну и один говорит Бог не требует служения рук человеческих я говорю о чем это говорится ну вот он там-то был первый раз я говорю там были верующие нет они знали о Христе нет но раз верующих не было то рукой крестились они или нет ну нет а как Павел мог запрещать то чего нет они говорят в самом деле как так а мы как-то так говорили что получалось что он сказал рукой креститься нельзя не требует служения я говорю а то что ты работаешь этими руками то это можно можно ну теперь сам посуди как ну допустим где-то остров какой-то нашли маленький островок дорог нету машин нету и кто-то светофор бы выставил на красный штраф будет маленькой дорогу сделал по 50 метров кто пойдет тут оштрафовать было бы это действительным ну нет конечно ни одной машины нету так и здесь фальшь обман оставьте расти до жатвы и тогда явятся грецы человеческие и тогда будут взяты вот и сразу начинается суд Божий об этом говорится в 7 главе Даниила перед престолом протекает огненная река то в одном месте о Библии говорится всем надлежит пройти воскреснуть и пройти через нее праведник воссияет как солнце и будет написано подвижник исповедник мученик ну и все остальное дальше там а гречник выйдет блудник матерчинник пьяница как головешка обгорелая никому не надо защищать совсем понятно и никуда ты не денешь оно у тебя светится и показывает толкование и прямо сирина об этом говорит определенная щетка вот так а вот смотри ты мне не понравился если бы я на тебе крест поставил не было бы сегодня приятной встречи и сколько ты уже раз был тебя куда пошлешь ты на сеновал завалился бы проспал а я же вижу что подруг смотри прогнал его а тут опять вместе рядом что же он такое сделал молитва вот так я на тебе крест не поставил ты это хорошо знаешь и когда ты там прекрасное далеко поставил мне очень понравилось я сказал талант развивай его у меня есть еще один одно стихотворение хотя там не одно но пропостол павла какой он был и как он рос и как его кагал заметил и как он был мучителем это все в 9 куплетов а ты знаешь Кабачева Владислава да он он прогрессирует да ты ты слышал как они мое стихотворение я женщину всем благодарен и в досталь смотрел да у него сейчас вот прям все стало на место и вот ему бы сейчас вот теперь слушай ему помогал там все эти фотографии добывать Виктор Николаевич Савченко я тогда вам сегодня сейчас вот кончим говорить я всем троим сброшу это и друг другу помогите ну голос может быть три голоса споете об апостоле Павле как он появился на арене мира это настолько интересно у меня там она и музыка есть да к нему уже есть нет не знаю это другое с Виктором Николаевичем поговорите а этот играет музыку а ты видел такое что польза нам от этих книг ну да помнишь нет ну да да это Кабачев взял Владислав что польза нам от этих книг поэзии и прозы когда считающие от них не получают пользы как на меня Господь напустил этого на меня пришел самаря и на осла осла меня забрал с собой на ужин а рано перевязал потуже и последний куплет ты помнишь как на шатком на шатком я не могу накормил голубей даже голубка одна здесь там у меня такой же я все время с молодежью начальник детского лагеря 45 лет я не могу войти в возраст свой а ведь вот 10 июня мне будет 85 твоей маме то сколько ноги начинают болеть вот ходишь походишь где-то ноги болят болезнь это ничего бывает болезнь как них вущий смотри без рук без ног а раньше такого не было и силы было больше там вообще было сколько сил а сейчас уже это я в уме говорю никак я не могу понять что мне 84 уже 85 будет ну никак я везде это разбираю смотрю даже по рассуждению ты посмотри насколько ты моложе ты с какого года 78 а мама 47 ну она 47 вон как а она выходит что 8 лет моложе меня да видишь как благословил нас Господь ну все тогда благодарю что зашел да так сейчас я скину скину сразу право а вы записывали эту беседу да конечно записывал вот она у меня на эту нет я имею ввиду на глазок на камеру ну у меня на камеру вы отдельно на камеру записывали нет на камеру на свою я записываю вот она ну все а то у нас начало то не получилось я потом попозже включил запись ничего ну это будет поставлено если поставлено только через неделю в воскресенье в воскресенье я сегодня залью я ничего страшного в администрацию отправляю только воскресенье ну все с Богом благодарю брат спасибо христофель аллилуйя молись за Никиту он хороший ну Михалков то да Никита Сергеев вы говорите хороших очень много и в аду тоже хороших да 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 но главное что я говорю конкретно а вот последнее которое было и веселая невеста там заканчивается умница все отошел отошел благодарю